Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представительную. Все вы об этом знаете, депутаты Совета Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя. Я не определялся по дате, но скажу, что если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник 7 ноября, выходной день. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов. Ну а кому-то хочется идеологии, ну так пожалуйста, кто-то будет критиковать, кто-то будет нападать, кто-то будет защищаться, а кто-то просто скажет, что в истории это было. И отказываться от этого нельзя. Я и вас призываю к этому. Не нравится вам эта революция октябрьская? Мне тоже революции не нравятся. Мы уже лимит исчерпали, я уже говорил. Но вот эта борьба, которая накануне революции развелась, когда наша империя ввязалась непонятно в какие войны, когда довели страну, огромную империю до нищеты, и мы там тоже были, это неприемлемо, и из этого надо делать соответствующие выводы. И то, что поднялся народ, это для нас урок. Но еще много людей, которые празднуют этот праздник, живут им. Ну и Господь с ними, чего мы должны быть против этого. Поэтому, если это приемлемо, давайте ориентироваться на эту дату. Я обещаю вам, что в ближайшее время по закону будет принято соответствующее решение. Никаких игр, еще раз подчеркиваю. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, которым должна быть представлена, а молодежь, ветеранам должны, предоставлена была быть возможность побороться, а органы власти я попрошу и поддержать их. Им надо помогать. И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться от партии и организаций. Это же есть предвыборная кампания, это есть выборы, но только без дури, без забора крови, без дебатов на стадионах и прочее. Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы. Нам нужен очень талантливый парламент. Вот предстоящий очень, потому что он станет эпицентром выработки основного закона. Вместе с президентом нам, будущим парламентариям, и мне ставить окончательную точку в конституции, обновленной конституции нашей страны. Вот моя точка зрения может быть сумбурна, но это искренне и честно на предстоящие выборы и предстоящую кампанию. Парламентарии, как никто другой, должны тонко чувствовать настроение общества, знать нужды избирателей, реагировать на них, работать на единую цель – построение государства для народа. В Беларуси народная власть, она живет реальными заботами людей, а не личными экономическими интересами и амбициями политиков. В овальном зале должен вестись конструктивный диалог с теми, кто независимо от политических взглядов, мнений, позиций, стоит на страже интересов народа и видит нашу страну свободной, миролюбивой, мирной и сильной. Продолжение следует...